Всем привет, приветствую всех любителей филотелии, меня зовут Алексей, Вован с вами уже поздоровался. Сегодня 27 января, в городе Новосибирске проходит первое спецгашение и проходит спецгашение по программе «Фауна России», «Перчи и птицы». Мы в метро в переходе, так как на улице сегодня 23 градуса и камера быстро замерзает, ну и руки слегка прохладно, поэтому сегодня съемки будут с помещением. Закупились, мы сейчас, хочу отметить, едем из магазина «Коллекционер», у меня маска даже от разговора съезжает, вот, закупились в «Коллекционере», получается, взяли марки, даже были «Карт Максимум», что характерно, но мы будем изготавливать сами «Русмарковский карт Максимум», Ну, я буду использовать, в частности, для обмена на «Филфорумах», значит, все закупили, сейчас выдвигаемся как раз в метро, выдвигаемся на 99-е отделение «Главпочтав», где уже Валера нас там ждет с нашими фирменными «Карт Максимум» И будет еще сегодня у нас нововведение такое, с этого момента будем делать еще лист первого дня, ну, прикольная штука, известная она в основном в Европе, в Германии, в Чехии, знаем, есть, поэтому вот будем тоже этим заниматься, посмотрим, сегодня вот у истоков как раз изготовления листов первого дня в Новосибирске. То есть, со следующего включения будет почтамт. Так, приехали с Валаном на главпочтамт, никого пока нет, но, в принципе, официальное у нас открытие, гашение 13 часов, сейчас время 11, как бы за 2 часа как раз подготовим штемпель, я уже получил, замечательно. Так что, вот, сейчас приступаем, покажи вам марки, вот так выглядит лист, в принципе, марки небольшие, для сравнения, кто знает российские марки, которые выходили, вот этот туризм арктический и автомобили такого же размера, 42 на 30 мм. Ну, прикольно-таки, небольшие, аккуратные. Будут хорошо, они, кстати, прям серии на конверте где-нибудь, на заказном выглядеть. Ну, все, начинаем оформлять на отправку пока, пока ребята подъезжают. Давайте расскажу по-быстренькому, что я на отправку приготовил. Во-первых, в этом году я, собственно, ручно изготовил три вот таких карт максимума. Господи, что попало, три открытки, это калаш из марок, это марки все, ну, настоящие почтовые марки, которые я вот только в калаши собрал. И ставил их вот в такие вот конвертики из пленочки, кто у нас обменивается в филтегах, знает, что вот из Таиланда один товарищ шлет постоянно открыт китайские в таких вот конвертиках. Очень хорошо доходит. Ну и чтобы марки не пострадали, я решил применить тоже такую хитрость. Так, вот это вот Алексей открытка, адрес засветить, можно вот так-то будет выглядеть, будет наклеена пара марок, спецгашения. Здесь, возможно, еще продублирую. Это вот для друзей, для своих блогеров-филателистов и один калаш поедет для зрительницы канала Светланы. Просто марки покупал, так-то мог бы, наверное, еще сделать, но марки закончились, пока решил ограничиться тремя. Так, ну и на отправку будут еще различные марки, открытки точнее. Русмарковские не используем этот раз. Делаем другие. Вот сейчас оформлю, покажу. Во-первых, у нас подтянулся Валерий, это из новостей. Сегодня он в опозданцах. Наверное, замерз, холодно же. Ну, активно включился он в работу. Так, Ваваня тут перебирает какие-то свои уже. Покажи лист первого дня. Вот такие листы первого дня мы сегодня будем оформлять. Это то, о чем я говорил уже. Ну, пока он без марок, хотя вот там, куда клеить марки, это все есть. А вот, пожалуйста, у нас уже есть образец. А почему без штемпеля? Еще не успел. Ну, ладно, прощаю. Вот так, я покажу, что приготовил на отправку. Во-первых, это конверт в Германию для моего друга по переписке Мартина. Адрес я прикрыл. Буду отправлять заказной, поэтому стандартов кучу наклеил. Хотел сделать прикольно. То есть, здесь вообще нижняя часть листа, но от верхней я оторвал вот верхнюю полосочку. Думал, красиво получится. В принципе, так получилось. Но только лист я приклеил, как обычно, чуть-чуть криво. Но, с другой стороны, ручная работа. Я думаю, что Мартин оценит. Тем более, внутри там у него будет лист первого дня, как раз в этом конверте. Собственно, под лист это все и делается. Так, идем дальше. Вот эти справа, которые оформлены, открытки, это коллажи из марок, которые я уже показывал, вам буду отправлять. А вот где дополнительные стандарты, это у нас для братьев-славян, в Минск и в Харьков полетят вот эти две открытки. Это не коллажи, это открытки. И стандартами они добиты для авиапростой. Вот так получилось. А здесь, где по России, я решил применить вот такое двойное гашение, чтобы еще красивше было. Вот, Алексея Дубцова можно светить адрес, поэтому покажу на его. Ну и, собственно, вот его вариант, его коллаж. Надо сказать, потом здесь не забуду, покажу, у трех этих коллажей есть один общий момент. Если их рядышком класть, то будет видно, что они прям, можно сказать, что братья. Ну, естественно, они разъедутся в разные стороны, никто их больше не увидит, поэтому... Индийский филдик. Поэтому, да, но перед расставанием я вам обязательно покажу их вместе. Так, адреса чуть опять не попалил. Дальше. Вот это два моих старых коллажа, которые я делал 10 лет назад. Они мне уже дорогие, как бы, как история, поэтому я их просто пришел погасить. Хотел вот этот конкретно коллаж распечатывать, но что-то в итоге не получилось. Но на коллажах, зато мне Валера сделал обороты. Если вы присмотрите, здесь видно название канала. Здесь есть QR-код, который переходит на сайт, на сайт, на канал на Ютубе. Ну и внизу написано кратенькая информация. Зачеркнуто маркетом, там планировался тираж небольшой. Ну, в итоге я решил не делать уже, а сделал вот такие настоящие коллажи из марок в небольшом количестве. И еще, что хотел показать, это вот пятый стандарт России, полностью выклеенный на открытку и погашенный птицами. У меня была такая идея, я хотел ее сделать себе, чтобы поставить рядом с пятым стандартом. Ну, собственно, что я и сделал. Вот, но в беседе с Алексеем Дубцовым он высказал пожелание тоже получить такое, поэтому вот я ему тоже оформил. Здесь все по тематике, вот так вот выглядит лицевуха. Возможно, я сюда еще поставлю штемпель с перезгашением. Посмотрим. Так, ну вот пока все, сейчас будем оформлять. Вот уже Валера с синичками конвертики, прикольно он делает. Все будем сейчас оформлять, склеить. Валован уже начал карт-максимумы, листы. Ну и включусь попозже, покажу, что получилось. А эти, в принципе, сейчас сохнут. Будем уже брать очередь, чтобы все отправить и не сидеть опять час ждать. Ну, хотя сейчас можно и посидеть, пока будем делать, как раз очередь подойдет. Мы продолжаем. Вот к нам присоединился Александр Юрьевич. И как раз он сейчас ненадолго нас покидает заодно. Соединился уже. Да, ну так бывает. Кто-то приходит, кто-то уходит. Но он ненадолго. А, нет, вот вообще вернулся. Ладно. Лирическое отступление можно заканчивать. Вот показываю лист, который я вот уже оформил как раз. Ну, отлично все получается, отлично рассчитано расстояние между марками, штемпелек хорошо видно, краешки марок. Ну, короче, все четко, как положено. Так в аптеке. Да. Отлично. Потихонечку оформляем. Сейчас вот у меня это все уже просто жду подольше, чтобы все подсохло хорошенько. Сейчас запакую в Германию конверт как раз. Неверка в комплекте шла вот эта, да? Тут еще шел в комплекте московский набор. А, ну конверты еще, да? Да, КПД московский. Разве Неверка гасится с этого момента поподробнее? Вот, пожалуйста, вот посмотрите на любителя извращения, пожалуйста. А этот, а этот сочувствующий сидит, как хочет. Ну, в общем, вот так вот. В такой вот непринужденный этим мы продолжаем. Ну, просто обменим. Все, короче, взяли. Покажу. Взяли талончики. Перед нами что-то там чуть больше 10 человек. Так, естественно, их прошлепали. Вот так будет итогово оформлен. Адрес закроем. Итогово оформлен конверт вот так. Стандарты календариком. Птиц, естественно, спецгашением. И наоборот, сейчас покажу. Наоборот, я еще вот так для бущей красивости оформил. Все. И за границу у меня два отправления. Вот так тоже календариком оформил. И спецгашением. Все, в принципе, все сохнет на отправку. А после того, как все отправим, покажу, что будем делать дальше. В общем, карт максимума и листы первого дня у меня все погашены. Все оформили, нагасили. И сейчас все это сушится. И вот таким образом это все будет выглядеть. Можно было немножко еще, конечно, взвинуть вправо. Штемпель, но уже не стал я. И так он не сильно заходит. Поэтому решил, что так вполне будет хорошо. Все, то есть, все на отправку было, все отправили. Кстати, к этим я еще вот здесь спецгашение поставил. Где пятый стандарт у меня. Нажимай, а так просто... Ну, вообще, процесс идет. Кто-то клеит, кто-то сушит, кто-то оформляет. У нас на том столе еще люди. Также хотел отметить момент по поводу изготовления карт максимумов из официальной продукции Русмарки. Это вот сейчас я вам показываю открытки, на которые бросил сверху марки. Ну, то есть, я в этом месте предполагаю их наклеивать. И чтобы над ними как раз был штемпель спецгашения. В углу, причем вот Валерий хорошо отметил этот момент сразу, я на него не обратил внимания, что специально высветлено место, ну, как бы для штемпеля. И вот вдвойне непонятно, почему карт максимум вот эти, которые я купил в Русмарке, то есть, это официальная продукция, почему же они на светлое место наклеили марку, а штемпель разместили либо в кустах, либо на дереве, либо на листиках, ну, как-то. Или, возможно, кто разрабатывал открытку, хотели как лучше, а кто клеил марки, ну, по-видимому, делал как всегда. Не знаю даже. Но, тем не менее, я комплект сделаю в нашем видении уже, как нам кажется будет лучше. Потом покажу готовый результат. Такой получился результат. Дело вкуса, наверное, но мне кажется, от перемены местами марки и штемпеля разница очень большая. Вот смотрите, вот этот карт максимум сделал я, вот это карт максимум русмарки. Вот, вот так сейчас могу сделать. Ну, опять же, кому как, наверное, больше нравится. Мне все-таки мой вариант нравится больше. Вот тоже, я их специально так рядышком положил, чтобы можно было сравнить. Такой вот получается результат. Но для себя в коллекцию я оставлю и тот, и другой вариант, как раз, чтобы вот рассказывать такую интересную историю о том, как можно улучшить состояние и внешний вид карт максимума. Ну, мне кажется, что улучшить. Просто поменяв штемпели, марку местами. И еще изготовил я серию карточек, которые вот выпускал. Наши местный выпуск, Валерий этим занимается. Вот такие карточки. Причем одна из карточек, уже традиционная, в серии идет официальная Почта России. То есть она выпущена совместно с клубом филателистых Дома ученых Сибирской Академии Наук, который у нас расположен в Академгородке и Почта России. Вот об этом и все это информация есть внизу карточки. Вот так выглядит. Погасил. Будем ждать, когда подсохнет. Тоже сделал один комплект. Сделал для себя. Поставить рядом с карт максимумами и листом первого дня. И в завершении выпуска хочу показать, значит, последние два листа здесь у меня сохнут. Сделал несколько оттисков на бумажках таких. Некоторым нравится, оказывается, их собирать. Ну, так про запас сделал несколько штук. И пришел к нам штемпель «Спортивная слава», который мы ждали еще в декабре. И вот этим штемпелем сегодня погасили 22-го, 12-го. Это день нашего отечественного хоккея. Значит, карт максимумы. И некоторые карточки были погашены 10-м числом. Это день выхода марки. Как бы марку отметили. И день хоккея. Понятно, что в каком-то 2000, в каком-то году Третьяк сделал день хоккея 1-го декабря. Но до этого все советские годы это было 22-ое число. И первый раз на лед вышли наши хоккеисты 22-го декабря. Поэтому мы решили традиционно это все 22-ым декабрем и погасить. Но штемпель очень красивый. Вообще, на мой взгляд, один из самых лучших наших новосибирских штемпелей с переводной даты. Так, и сейчас по поводу первого дня вот нам Валера как раз расскажет общую идею. Я в начале-то выпуска ее рассказывал. Валера, откуда ты взял вообще это? Сделать такое чудо расчудетное? Ну, просто у меня в коллекции есть листы первого дня там, скажем, то же самое, Чехословакии, то же самое, Германии. Ну, это у них есть такой раздел коллекционирования получается, формат такой, да, получается? В советское время выпускалось это все. Выпускается сейчас, даже не знаю. Коллекционировали уже вещи подавно. Поэтому вот возникла идея попробовать сделать листы первого дня под наши марки. Ну, и вот. Да, и вот что получилось. Ну, да, я их показывал уже много, несколько раз сегодня в выпуске. Ну, а есть ажиотаж? Получилось красиво, да. Планировал только для себя, но когда показал одному, второму, знакомому, они тоже сказали, мы тоже такие хотим. В итоге они еще кому-то показали и в итоге тираж уже стоит. Ну, и возможно, в общем, с этого, начиная выпуска, у нас заложится уже такое основание будет по выпуску листов. Может быть, это будет постоянно. Там, надо делать первых побольше, они скоро просто антралитетные. Да, штемпера первого дня. Да. Ну, и вот, вот на этой радостной, позитивной ноте Валера продолжает тут что-то печатать. Дальше заканчиваем выпуск. Надеюсь, что он был интересный. Пишите в комментариях свое мнение по поводу видео такого формата. Ну, а я желаю вам много удачи, очень интересный хоббик. Всего доброго и до новых встреч. Сейчас.